На Багучанской ГЭС запустили уже четвертый по счету гидроагрегат. Пока на 72 часа испытания. Кстати, подобного, а несколько машин удалось смонтировать всего за три месяца, не происходило даже в эпоху развитого социализма. Дмитрий Базов из Кодинска с подробностями. Багучанские энергетики ставят рекорды. Запуск четырех машин всего за три месяца, такого не делал еще никто. Монтажники начали применять поточные методы сборки. Эти бригады принимают эстафету друг у друга и последовательно переходят к соседней машине. Пять агрегатов давно не пускали. Будем говорить, видимо, с времен Волжского каскада, когда водилось на Куйбышевской саратовской станции большое количество агрегатов. Но они были маленькой мощностью. Параллельно с детальной проверкой четвертой машины на Багучанской ГЭС начались испытания на холостом ходу гидроагрегата со станционным номером 5. Это один из важнейших этапов пусконаладочных испытаний, позволяющий протестировать все узлы конструкции. После проведения комплексного опробования принимается решение, и машину можно включать под нагрузку. Машина будет ставить под нагрузку по команде системного оператора. Поэтому, как поступит такая команда, мы будем включаться. По итогам испытаний будет принято решение о готовности четвертого гидроагрегата Новоангарской ГЭС к работе в режиме эксплуатации. Пуск станции на проектную мощность будет зависеть от сроков наполнения водохранилища. Планируется, что оно будет набрано до конца 2014 года. Сейчас Искусственное море подошло к границе с Иркутской областью, и там завершается переселение жителей нескольких поселков, которые будут затоплены. Стоит отметить, что для запуска новых агрегатов приходится останавливать остальные. Существующая линия электропередач не рассчитана на большую нагрузку. Энергетики заявляют, они вынуждены ждать достройки более мощной ЛЭП. Дмитрий Бузов, Григорий Зимин. Вести Красноярска из Кежемского района.